В зале только медалисты. В Ярославле такое бывает раз в году. В конце июня, когда власть чествует лучших выпускников городских школ. В ДК Добрынина серебряных и золотых сегодня было 107 человек. Это меньше, чем в прошлом году, но ведь и самих выпускников 11-го не так много. Марина Смарагдова продолжает. Мы сегодня чествуем самых-самых. Самых хороших, самых красивых, самых умных, самых трудолюбивых учеников, выпускников наших средних школ. Торжественный прием мэра города традиционно завершает череду блестящих и волнующих праздников выпускных вечеров в школах города. Каждому сегодня вручали плюшевых мишек, последнюю игрушку детства. Сегодня свидетельство об окончании средней школы вместе с медалями за особые успехи получили 107 бывших школьников. 44 медали золотые, остальные серебряные. Сегодня они услышат свой адрес поздравления от первых лиц города, получат традиционную премию, установленную мэрией города Ярославля, ну и получат напутствие в дальнейшую жизнь. Медалистов, как и выпускников, в этом году меньше обычного. В 2010-м школу покинули 3,5 тысячи учеников, в этом почти на тысячу меньше. Но количество не повлияло на качество. Лина Остапова уже студентка в МГИМО. Я поступила с помощью программы «Умники и умницы» в МГИМО. Приказ об этом был подписан еще 12 апреля на последних съемках финала, который выйдет через неделю. Сейчас медали не дают тех привилегий, что раньше, но однажды, взявшие высоту, они уже не могли учиться хуже. Как отмечали сегодня, в этих медалях много сил и стараний не только ребят, но и их педагогов, и их родителей. Ребята, я знаю, это прекрасно отличается не только очень усердием большим в знаниях, в приобретении знаний, но и очень большой в общественной деятельности, в культурных, в спортивных мероприятиях, в общественной жизни города. Поздравить медалистов пришли и ветераны Великой Отечественной. Владимир Жилкин штурмовал Рейхстаг и вспоминал, как в их планы ворвалась война. Разрушила наши надежды, быстро кончилась наша юность. Марина Смарадова, Василий Мусин, Городской телеканал.